При посадке по моему методу я рекомендую давать то, что называется, назовем его по-рыбацки, прикорм для мицелия. Для этого мы будем использовать отвариванное зерно. Значит, чтобы сэкономить время я поставил воду и вот взял ведро зерна. В данном случае я взял овес и рекомендую вам использовать овес. На предыдущем видео, одном из самых популярных, одном из первых, где была фактически и запатентована вот эта технология посадки по закладке под пеньки, там я предлагал использовать пшеницу. Почему пшеницу? Потому что что было, то и использовал. Была пшеница, вот пшеницу я и использовал. А пшеница довольно-таки неудобна, потому что есть большая вероятность того, что ее можно переварить, не доварить, там еще разные могут быть варианты. Если вы используете какое-то зерно в шелухе, например, овес или ячмень, то фактически его переварить невозможно. Нужно его просто довести до кипения. И этого будет достаточно для того, чтобы дать прикорм для нашего мицелия, который мы будем закладывать под сами пеньки. Что хотелось бы сказать относительно зерна. Для чего его отваривать? Почему его не взять? Вот там, ну допустим, мы его замочили и просто так заложить. По простой такой причине, что как-то со временем грибы ваши-то, конечно, вырастут. Но то, что вырастет, если вот в данном случае овес, вы заложите его непроваренным, то 100%, что через некоторое время, там вырастет просто под этим пеньком заросли вот этого овса, зеленые. Поэтому, с одной стороны, мы его кипячением стерилизуем, ну, дезинфицируем, скажем так. А с другой стороны, мы его делаем так, чтобы он не прорастал под пеньком, когда мы делаем посадку грибу. Ну, пока я собираюсь к этому, ко всей посадке, я поставил кипятить воду, чтобы так сэкономить время. В общем, вода закипит, мы сейчас это туда выгрузим и вот потом покажу, ну, как это все будет происходить. Для посадки мицелия на пеньки, естественно же, я не буду использовать качественных мицелий. А для посадки использую мицелий, который, ну, более такой древний, видите, от того, что он лежал, ну, от перепада температуры, на нем пошли вот примордии, хорошо видим, мицелий хороший, растущий. Вот он и пойдет для посадки на пеньки. На первом видео я имел неосторожность тоже сделать посадку из бракованного мицелия и потом неоднократно мне все задают вопрос. А вы мне тоже бракованный мицелий отправите? А вы мне тоже какой-то зеленый мицелий отправите? Значит, если вы будете заказывать, то вам придет качественный свежий мицелий без вот этих всех излишеств вне. А вот это я буду использовать для себя, то есть абсолютно этот мицелий ничем не уступает по качеству, качественному мицелию свежему. На пеньки вам? И, к слову, скажу, что если вы доверяете моему мнению и собираетесь делать посадку и понимаете, что мы все равно ее будем в землю закапывать, то есть нам не обязательно, это же не блоки, нам не обязательно там уже свежий качественный мицелий, то можете спросить, есть ли в наличии акционный мицелий. То есть этот мицелий стоимостью половины цены вы прекрасно себе можете использовать для посадки на пеньки. И обойдется вам это все наполовину дешевле, и результат будет тот же самый, если даже не сказать, что лучше. Так, вот для подготовки зерна, для посадки на пеньки, вот мы приготовили овес. Пока мы делали подготовку, закипела, можно сказать, вода, и вот это мы сейчас отправляем в кипяток. Значит, я объясню, для чего производить отвар и варить зерно, для того, чтобы у вас под пеньком не выросла целая плантация, в данном случае овса. Ошпариваем просто ее водой, нужно хорошо ошпарить кипятки, чтобы остановить рост. Для того, чтобы убить, убить такое слово, нехорошее, остановить, да, прекратить рост зерна под пеньком. Вот мы его всыпали в кипяток, сейчас буквально пару минут оно закипит, А пока это будет происходить, мы сейчас подготовим место для того, чтобы сделать еще одну манипуляцию. Для начала нам нужно заварить зерно, вот, может засыпали туда, вот, тогда не жалко помешать. Вот оно уже сейчас будет кипеть, закипит, 5 минут, надеем его покипеть немножечко, и сольем водичку, вот. Буквально 5 минут вода уже закипела. Да, если зерно у вас в шелухе, то есть если это овес или ячмень, то переварить его фактически невозможно, мы его, ну вот на этом этапе будем считать, что готово. Берем, вот у нас здесь такая интровизированная. Ну подожди, пучка, пучка. Потим заразнимешь. Моя камера включена, конечно. Вот так, со всех стволов снимаем. Вот, и такая импровизировалась, пучка. О, хорошо. Так, еще там... Ну, вот таким вот образом произошла заварка, подготовка зерна. В дальнейшем... Так, зерно горячее. Да, ничего не случится. Да, у нас она остывает. Задача, значит, в чем? Не то, что его там высушить, а главное избавиться от лишней влаги. Вот мы ее сейчас на сетке воду слили. Ну, сейчас такой ветерочек, оно обсушится хорошо. Вот, собираем его обратно сейчас в ведро. Ну, надо... У нас экспресс-метод, у нас быстро все, да? Пока оно... Пока до посадки. Пока туда все. Оно себе остынет. Все, мы уже... Ну, вот и все. Все, мы уже... Продолжение следует...